А что мне запись-то идёт? Да говорите. А я жду, когда зелёный загорит. Зелёный загорит. Да вот, даст мне. Всем привет! Сегодня решила поснимать для вас влог, потому что сегодня настроение для этого есть. И сегодня мы с мужем тут по городу, в общем, мотаемся. И я знаю, что вы любите посмотреть наш славный город Барнаул. Это сейчас лежачий полицейский был. Вот, и поэтому сегодня немножко поснимаем, поболтаем, расскажем что-нибудь там. Чем мы занимаемся в течение дня. Сижу, жду пока. Чаёчек сейчас буду попивать и буду записывать, записки свои. Я обожаю всё писать в ежедневнике, потому что для меня такой, знаете, нереальный кайф, когда ты сделал какое-то дело, потом это всё вычёркиваешь. И когда ты можешь посмотреть, какие у тебя планы на день, вообще на жизнь и так далее. Говори. Бизнес-ланч у нас. Смотрите, какой прикол. У мужа бизнес-ланч, прям настоящий. И вот его порция супа. А это не видно вот так вот, надо вместе поднести. Ну хорошо, покажи вместе. А вот моя. Чтобы вы увидели. А, да? А вот моя порция супа. Это не бизнес-ланч, это просто я заказала себе суп. Вот и ешь его себе. Сырный суп какой-то у меня. А у мужа бизнес-ланч. Ну что, любимый, наслаждайся. Поправляйся. Ну куда ты? У меня в зубах видно семечки будет. От кунжутной. От кунжутной. От кунжутной семечки. От кунжутной. Не можем никак мы сегодня добраться домой, потому что только собрались и приходит сообщение, что пришел заказ «Читай город». В общем, спасибо. Кстати, кто-то написал у Матвея на канале в комментариях, что когда он там показывал фокусы какие-то там, что есть какая-то книга интересного автора одного, который там тоже какие-то интересные фокусы, в общем, описывает, как это делать, да, что-то там с механикой, по-моему, да, это связано. И он мне достал с этой книжкой. Да, и ребенок наш, всего ему надо было срочно. Мы заказали в «Читай город», они там, если заказывать через интернет-магазин, они стоят дешевле, там, порядка, ну, на сотню, наверное, дешевле. Да, побольше даже, наверное, рубли на 300 с двух книжек. Да, с двух книжек. То есть стоит дешевле, чем если просто прийти и у них купить. Да, сейчас пойдем получим, посмотрим, что там за прелесть. Тут народ гулять и ходит, ну, красота. В общем, первая книжка «Опыты Тома Тита. Фокусы самоделки игры». Как раз и возраст наш, и тема наша у нас. Сын любит вообще такую тематику. И «Опыты Тома Тита. Удивительная механика». Сейчас ребенку покажем, мне кажется, он отчасти там… Что он отчасти сделал? Химичить начнет. А, начнет химичить отчасти, да. Наш Ленинский проспект. Центральная улица нашего города. Просим посмотреть направо. Здесь находится книжный двор. Старый магазин книжек. Да, кстати, такой старый. Знаете, там запах такой. Вот не как в современных книжных магазинах, а прям такой старинный какой-то запах. Блесенье. Какой блесенье. Книжная блесенье. Нет, книжными червями уж тогда. Короче, да, кинотеатр «Россия». Кстати, там сейчас кино уже давно не показывают. В общем, проспект Ленина у нас оживает, когда распускаются деревья. Вот эта аллея, по ней все гуляют. Мы когда студентами были, тоже балдели, да? Не, не было ничего. Ты у меня одна. Словно в ночи луна. Что-то я уже взъерошена, уже сил нет и сейчас на сегодня. В общем, хочу вам что я показать. А что же я вам хочу показать? Я вам хочу показать вот такую штучку. Мы сейчас заехали, купили. Светлана покупала Ксюхе такую присоску. Это, знаете, такая подставка для телефона. То есть она на заднюю стенку телефона присасывается. На то она не присосется. Не присосется. Вот так, чпокс. И можно ставить вот так. И смотреть, допустим, телефон, планшет. Еще можно заднюю крышку так снимать. Осторожнее. Можно губы, наверное, надуть. Как? Ну, вот там присоска еще такой. Сейчас есть такой аппарат. Зря ты смеешь так, там, как-то втягиваешь. В общем, да, удобная такая штука. И еще заехали, купили вот такую тканевую шапочку для бассейна. Именно тканевую. Потому что тканевые шапки самые классные. Их очень легко и просто одевать. Дети себе волосы не рвут. У нас сын хотел заниматься каратэ. Ну, наверное, года два получается. Но врачи тут нам сказали взять, в общем, паузу. И в течение полугода, вот оставшихся полугода до конца, нам нельзя, до сентября, нам нельзя заниматься каратэ. То есть нам сказали, что с этим видом спорта пока что нужно повременить. И посоветовали нам заняться плаванием. Ну, не то, что посоветовали, а прям настоятельно порекомендовали. Потому что сказали, нельзя, чтобы ребенок оставался вообще без спорта. Но плавание вот нам сейчас подходит лучше всего. Он у нас ходил в бассейн по воскресеньям. Ну, как-то все это несерьезно. Ему там, ну, как-то так, знаете, просто для души, скажем так. Ну, вот представьте, ребенок вообще без спорта у нас. Вот последний месяц сидит, он уже такой, он не знает, куда деть свою энергию. Он такой уже какой-то, знаете, стал. Ему хочется... На 6 килограмм поправился? Где-то на 16. Вот, и поэтому мы сейчас хотим его записать в бассейн. Надеемся, что ему понравится, потому что выхода у нас нет. И у него там же нет. В ванну он уже не входит там. Руками не может махать. Забрали Матвея мы из бассейна. Наплавался парень. Сейчас узнаем эмоции. Все очень классно. Понравилось? Да. Хороший бассейн, огромный? Да, вообще. Он такой сонный и замученный, потому что он у нас уже месяц не занимается вообще никаким спортом. Устал, смотрю, ребенок мой. Голодненький поди. Да? Мамена рада. Ну все, всем пока. Пока.